15 сегодня марта 2020 года воскресенье там будет сейчас служба идти пока я варюши выделить где учитель то мешает не вяжу пока подрастет маленькой а учитель сейчас подойдет сейчас придет молимся господи иисусе христе сыне божий благослови наши занятия я еще и вчера говорили все будильники чтобы не проспать раз вам надо сюда будет можно частью подходить или на фрайна фабрии они бы тоже давали этого мелодия и дальше не это мы тогда переписывать не был настолько одна полина вот хочешь контрольная написать вам грелка сильно хотела написать давай тогда тебе раздам давайте вот тараса тебе девочки говорили что будет контрольно еще в выходной ты по болезни прошлый раз пропустил берите ручку тетрадочку тетрадку нельзя нужно все же хорошо взяли ручку будешь писать я не люблю выбирать ты сказала ты готовилась на ты плохо написала сейчас ты лучше сделаешь при том что смотри тебе попало первое же тот же самый который ты писала да тот же самый вариант третий да ну вот будешь писать или другой то теперь то ты знаешь правильно или нет ну все все кто пишет мне не отвлекайте их засекаем что пораньше мы сегодня нашли там вообще три минуты достаточно если знаете пишите не знаете нет так так остальные давайте подумаем я-то думал сегодня будет даша ее тут раз не было леонида вот тарасий брат полина то есть много если не знаешь не вспоминать следующее делаем кто помнит стих на иоанна 35 первые несколько слов скажите ну там ему недостаточно этих несколько слов если кто не родится это мы стиху проходили таинство церкви таинство о крещении я тебе прям все подсказки сказала все пиши про пасху кто-нибудь думал нам надо уже начинать готовиться а то у нас всегда получается что мы не успеваем прорепетировать опять кто-нибудь или заболеет или что не так много выходных осталось уже две недели поста прошли а всего их сколько семь да ну и то есть седьмой это уже самая пасха так смотрите то есть раз два три четыре пять шесть семь первые у нас уже прошли недели первые выходные седьмой мы уже не можем там репетировать у нас остается четыре то есть нам надо два определиться что и два чтобы успеть прорепетировать лучше на последний не оставлять никогда не получается в последний раз зачеркиваем то есть нам нужно вот получается через вот это сейчас у нас выходной а нет вот это сейчас у нас вот два я предлагаю вот сценку ключи раз у нас тараси будет на пасху уже наверно даже гипс нему да да раз вот три недели да ну все девятнадцатом апреля то есть ты уже сможешь стоять да вот я ты пиши пиши я предлагаю что тоже не знаешь нет я не помню ну как если ты учил три два стиха из шести если очистит нас от всякой неправды если исповедуем вспомнил то есть сценка смотрите такая ключи называется у даши нет я хотела предложить ведущей быть слова автора читать сценка ключи она такая аллегорическая то есть там дети будут выполнять роль ключи ровненько сиди и вот так вот пиши немножко вот так тетрадочку молодец вот старается девочка видишь готовилась да а здесь ибо нет другого имени имени а ты не все выписывала разные стихи а может быть да пропустила ты так и дети будут выполнять роль ключей то есть ну это как аллегорически так вот не людей как мы обычно да там сценку делали вот идет там пастух вот роль там иосиф мария а ключи которыми будет открываться дверь потому что христос сказал я есть дверь то есть христос как дверь через которую мы имеем возможность спас спасения вот понятно да он же и сам себе сказал я есть дверь вот и к этой двери мальчик мальчик будет у нас тараси он задумается мы подумаем как здесь вот он встанет возьмет библию будет читать и говорить сценка вся в стихах ός пишут стихи в конце любой стих который ты знаешь вот любой какой то стюнишь кроме тех которые мы шесть учили вот которые мы учили их вот здесь нужно было по ту стране с и с любой и чтобы вот он здесь не был написано вот этот раз мы 20 стихов учили любой из тех 20 стихов или любой или золотой стих библии его вы все знаете мы его lateral повторяем сердце библии называется сердце любой вот так все калере и вот ключики будут нужно будет каждому участнику сделать ключик даже интересно все все ключи будут разные они же разные будут роли выполнять как же вот если он дверь у двери должен быть ключ каким же ключом я туда могу открыть эту дверь и вот ему мудрец у нас есть такая шапка знаете как вот мудрец такой такая шапка бакалавра знаете да сейчас будет ее найти и все что болеешь ты думай не осталось все там вид болезни ты не не температура на себя вот и мудрец ему подскажет давай выберем ключи вот ключи перед тобой и ключи по очереди будут подходить первый ключ праведность о и огнюши сегодня нет это он тоже заболел однолевая здорово одна за всех самостойкая самостойкая все простыли да вы выздоровели молодцы и вот первый ключик будет праведной до мы записали ему боляющий праведность то есть и она читает стих ну говорит что за счет праведности все равно невозможно потому что как не старалась и дальше стих я не буду весь полностью читать и к нему будет относиться стих который будет читать ведущий и вся праведность наша как запачканная одежда то есть неправедностью является то есть праведность как ключик открывается эта дверь второй ключик будет называться родительская вера вера родителей тоже и стих из библии каждый будет умирать за свое собственное беззаконие то есть по вере родителей как какие бы родители не были подвижники и может быть даже там святые это такое было да или какую-то там должность должность была порой священник например отец там а дети спасаются своей собственной сами за себя будут отвечать а не родители за них то есть каждый ребенок сам по себе то есть по родительской вере по вере родителей дети не спасаются вот и тоже приводит примеры то есть каждый сам за свои беззаконные отвечает третий ключик будет поле политики посещение церкви регулярно посещение церкви буду в церковь регулярно ходить говорит там например одна бабушка говорит и все я спасусь просто посещение само по себе посещение спасает и стих из библии какой уже и вот из нового завета не всякий говорящий мне господи господи ваде царство небесное но исполняющий волю отца не без отца моего небесного четвертый ключик богатство здесь я предлагаю либо леонида либо фрофе у нас тоже был богатый помните мы тоже левия стояла ангелом запрещала богатой ксюша была а вот у меня деньги она сумку принесла вот ты уже была богачкой хватит там можно будет сделать как пачки денег купюры вот у него деньги и вот этот ключик вот я богатый да и я отомкну себе дверь куплю до себе это этот вход нет не проходит то есть они все сами по себе очень хорошие качества да они все дополняют верующего человека но одним лишь этим войти в царство небесное невозможно вот пятый ключик служения в церкви лере предлагаю служение в церкви ну служение в церкви какие какие у нас бывают службу служители церкви это ценка конечно протестантская вот я посмотрел на их сайте ну к нам тоже подходит у них там много разных служений церкви у них как правило там вот у нас клирос такой приходим такие самоучки все а у них профессиональный хор они занимаются они так трудятся чтобы слаженно петь господу а на неделе несколько раз заниматься хотя все учатся работают это не является их профессией это именно они служат господу тем что вот поют почти во всех там у них профессиональные такие прям ансамбли они играют не сами не подмену руки поют играют музыкальные произведения то есть на разных музыкальных инструментах у них семьи многодетные чаще всего они свои детей отдает почти все музыкальные школы и на разные музыкальные инструменты чтобы умели вот и создают целые ну прям оркестры такие из прихожане своих вот какие еще служения в церкви священнослужители да тоже это служение в церкви то есть священник панамарь есть еще и панамарь есть такие и панамарь тоже в церкви не помогает бачка кодила подать подержать что-то то есть чтобы не он сам там надо взять там они подносят вот типа диаконы панамарь и служение в церкви ну а убирать тоже служение в церкви некоторые вот у нас была женщина и она была как ее называли комендант была надежда егоровна а она все здесь следила чтобы вот все было работала ремонт шоу горка где что закупить где что приготовить за посудой за все за утварь уголь дрова то есть все за всем следила то есть это тоже служение в церкви когда особенно много времени проводят регулярно приезжают и все делают это служение такое трудиться но вы тоже что это важно это полезно но а спасение это не дает именно вот само служение церкви и тут можно служить церкви служить церкви но помощникам каким-то там или еще при этом слава богу а припоздали маленько автобус не пришел выдаем вот рассказываю ссылку мистер предлагаю сейчас вам раздам дома получите слова сценка ключи и там каждый из вас будет ключиком тарас будет мальчиком а сколько всего ключик 6 ключиков нет пятый ключ это служение церкви и самый главный жертва христа это вот вот который является как раз тем ключиком который открывает эту дверь а какая дверь христос сказал я есть дверь вот через которую мы имеем возможность войти во спасение и какой ключик откроет дверь на его спасение жертва христа то есть не сам по себе что вот жил бы например христос дожил бы до старости до пришел ну там умер в старости от уже от старости да и все это бы это было был бы он спасителем наверное нет да потому что именно его смерть как смерть агнца на жертвенники а и смерть христа на кресте является спасительным вот этим актом вот этим действием которое нас и спасает именно то что он умер за наши грехи и дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную так вот и поэтому именно жертва христа и жертвой кого называют жертвенное животное то есть то которое умирает а не то которое на поле пасется а именно то который умирает именно в этот момент происходит очищение и поэтому жертва и будет последним ключиком который откроет дверь мы может быть вот эту дверь закроем и каждый будет подходить ключом пробовать открывать и она не открывается а последний подойдет и дверь откроется и прочитает вот этот стих я единственный нас не плетит небо двери отворю но но и взрослые дети попадают к алтарю жертвую зовусь крестовой за грехи и зло людей воскрешаю жизни новой избавляю от скорби в город привожу чудесный золотой иерусалим там отец живет небес то есть золотой иерусалим имеется ввиду царство небесное называется иерусалимом там от горя ты храни поспеши дружок скорее двери неба отворить там христос тебя согреет там ты будешь вечно жить вот и нужно будет изготовить ключики всем понятна эта сценка я вот все подписала сценарий я вам подойдите обязательно ко мне я вам у тебя будет в начале слова и в конце ты всю сценку больше стоять они будут твои ключики ты будешь пытаться ими открыть и вот найдешь что самый нужный ключик он будет мальчиком тараси да не будет никакой дверь нужно будет открыть дверь ангела не надо будет уже тут другая стенка она по смыслу похожи на туда который разбили каждый подпишет несколько будет жертва мудрец будет его и вот ключики мы распределим кто какие ну лера готова служение в церкви полина посещения церкви наши полина будет родительская вера агния праведность какие хорошие названия все это не значит что не надо быть этим ключиком надо быть но не они открывая дверь а именно жертва иисуса христа никто не хочет помолиться Благодарим Тебя, Господи, за то, что даешь нам собираться здесь и изучать Слово Божие Твое, и что такое мирное время. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помним, что мы поблагодарили, поблагодарил Местер Господа, и самая высшая молитва – это Словословие. Мы просто Бога славим. Понятно? Всегда нужно про эту молитву не забывать. Ну и не забывайте молитвы, у нас сколько сейчас болящих, посмотрите. Тарасий, Леонида, Гнюша, Полина, Аня, только болеют, и нафа. Тарасий, Леонида, Гнюша, Полина, Аня, и не забывайте пользуя Него, очищающего в себе законие Твоя, и исцеляющегося ни дуни Твоя. И исполняющего в благословение Твоя, обновится я, корня юность Твоя. Творяй, милостыне Господь, перед судьбой всем обидимым сказал. Песня. 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 Песня.